В этом уроке мы познакомимся с противоречиями в управленческих задачах. Я уже говорила о том, что ценность ТРИС и ее эффективность в том, что она использует законы развития систем и на основе этого помогает решать задачи. И один из этих законов в том, что любая система развивается через преодоление противоречий. Как обыватели мы могли бы сказать, что когда мы делаем что-то невозможное, мы растем. Как личности растем, как компании растем. Так вот, противоречие это то, как раз невозможное, что обыкновенному руководителю может показаться невозможным. А нам покажется просто задачей, противоречие, которое нужно решить. Что такое противоречие? Это ситуация, когда надо удовлетворить два противоположных требования, чтобы обеспечить нужный результат. Я поясню на примере, который будет понятен даже ребенку. Возможно, вы помните мультфильм про дудочку и кувшинчик. Девочка приходит в лес с большим кувшином и намерением собрать много ягод. Но ягод не видит. И стоит она на полянке и мечтает. Эх, была бы у меня дудочка, я бы поиграла, все ягодки показались, вот бы я и набрала. Тут появляется гном и говорит. Не вопрос, у меня есть такая дудочка, только давай меняться. Ты мне кувшинчик, я тебе дудочку. Они меняются. Она играет на дудочке. Все ягодки открываются из-под листочков. Только собирать некуда. Она поменялась еще раз. Давай назад мне мой кувшин. Она только берет кувшин, тут же ягодки скрываются. И так несколько итераций. Есть ягоды, нет кувшина. Есть кувшин, нет ягод. Вот в такой же ситуации мы, как управленцы, часто оказываемся на практике. И это и называется противоречие. По сути дела, теория решения изобретательских задач, она эти противоречия обнаруживает, она эти противоречия моделирует, описывает. И потом мы с помощью инструментов, с которыми с вами еще познакомимся, устраняет эти самые противоречия. Противоречия можно записывать вот в таком простом формате. Если, то, но. Так и называется этот формат. Соответственно, если мы вносим определенные изменения, то получаем положительный результат, но бывают нежелательные последствия. То есть, если я играю на дудочке, то я вижу все ягоды, но у меня некуда собирать. Если у меня есть кувшин, то мне есть куда собирать, но я не вижу ягод. Это на примере с девочкой, а сейчас мы возьмем примеры из нашей практики. Допустим, мы видим проблему. Низкая конверсия в покупку после звонка. Звонков много, плательщиков мало. Мы думаем, что можно предпринять в этой ситуации. И простое решение, вместо своего ленивого менеджера нужно нанять опытного, прокачанного, обученного. Что хорошего тогда будет? Повысится конверсия. Но опытный менеджер будет просить высокую зарплату, а у нас бюджетом не предусмотрено. И вот это противоречие уже можно решать. Как мы остановимся с вами в следующих уроках. А пока я хочу вас познакомить с еще одним форматом, как можно записывать противоречия. Потому что мы знаем, что есть плюсы и минусы у обоих ситуаций. Я вас немножко введу в контекст вот этой задачи, которая описана здесь. Московский вуз пригласил меня как тренера для того, чтобы повысить конверсию с дня открытых дверей в заявку. И там много нашлось на самом деле фактов, которые нужно менять. Но я приведу только один. Дело в том, что день открытых дверей длился 3 часа. И было отмечено, что участники этого дня открытых дверей очень устают. И после этого буквально бегут домой, дабы уже отдохнуть от информации. И им не до записей, не до договоров. Им не хочется уже это делать. Но в трехчасовом дне открытых дверей есть плюс определенный. В том, что за 3 часа преподаватели и руководители имеют возможность дать полную информацию о ВУЗе, то, что они считают нужным дать. Если бы этот день открытых дверей длился не 3 часа, а столько, сколько было бы удобно и комфортно участникам, например, 40 минут, был бы плюс, что с эмоциональным участником, состоянием участников было бы все хорошо. Но был бы минус в том, что невозможно дать полную информацию за это время. Вот так мы описываем. И мы видим, что любое состояние данной системы, как мероприятие ДОТ, оно имеет плюс и имеет минус. И мы можем, когда видим это противоречие, уже увидеть в том числе это и решение. Вот в чем плюс решений, которые мы делаем с помощью теории решений изобретательских задач. Мы делаем все на бумаге и с карандашом. А когда мы записываем свои мысли, свои выводы, то ответы часто находятся сами по себе. И, соответственно, если вдруг вы, глядя на эту ситуацию, сразу увидели какое-то решение, которое оказалось на поверхности, то можно его записать. И, кстати, записывать его я рекомендую тоже в том же формате, если то, но. Потому что наши решения, которые к нам приходят, они тоже могут содержать противоречия. И тогда их тоже надо решать. Вот пример парковки, на которую мы, так сказать, паркуем все наши идеи. Рекомендую записывать проблему, которую мы решаем. Например, мы не успеваем дать полную информацию за 40 минут. И тогда решение, если дать часть информации до встречи, ну, например, выслать письмом или еще каким-то образом, то, что хорошего, участники получат всю информацию за 40 минут. Но, и вот тут мы смотрим, а есть ли какая-то негативная сторона у этой задачи, у решения, у этого, если мы не находим, то, по сути, для нас это может быть инструкцией к действию. Просто надо принять решение, что вот бери и делай. Если мы находим какое-то негативное последствие, то тогда мы снова решаем противоречие. Записываем это противоречие и снова находим решение. В этом уроке мы до решений не доходим. Я просто хочу отметить, что иногда просто формулировка противоречия наводит нас на идеи, но это совершенно не обязательно. А вот про решение мы поговорим с вами в следующий раз.